Виталий Хемий Виталий Хемий Виталий Хемий Виталий Хемий отопительного сезона, своевременно назначить субсидии. Для тех, кто уже получает субсидии, когда-либо, даже если на неотопительный сезон людям не назначали субсидии, все равно им будет произведен автоматический перерасчет на зимний сезон. Обращаться в департамент, в управление соответствующее не нужно. Это нужно сделать только в том случае, если у вас изменились доходы существенно, и мы не сможем их получить через налоговую. Это касается предпринимателей, которые не на едином доходе. Это касается в некоторых случаях поем земли, и есть другие случаи. Там, где мы не можем получить эти сведения, специалисты районные говорят о том, предупреждают сразу людей, что если нет данных налоговой у нас, то нам негде их взять, мы не знаем, куда даже послать запрос. Не потому, что мы не хотим, мы просто не понимаем, где эти данные можно взять, где человек работает. Поэтому, если у кого-то есть сомнения, все ли их данные по заработной плате попали в декларацию для того, чтобы потом не было возвратов, лучше лишний раз позвонить, либо обратиться в управление и уточнить, по каким зарплатным данным идет начисление субсидий. Также это касается тех, у кого изменилась семья в сторону уменьшения или увеличения, потому что от этого зависит сумма субсидий. И также те, которые совершили покупку свыше 50 тысяч, потому что тогда, как мы помним, мы не назначаем субсидию. К сожалению, коснулись изменения и тех, у кого задолженность по коммунальным платежам. Мы неоднократно разъясняли и давали статьи в газеты, и по возможности, где я выступаю, где специалисты выступают, тоже говорят о том, что у кого задолженность на сегодняшний день больше 340 гривен, эти люди, больше, до 340 мы назначаем субсидию. Эти люди, к сожалению, не будут пользоваться правом назначения субсидии. Для того, чтобы вернуть себе это право, нужно либо реструктуризировать долг и принести в управление судзащиту данные о том, что вы будете погашать постепенно, что все это согласовано уже с предприятием, которое предоставляет эти услуги, либо, если вы не согласны с насчитанным каким-то долгом, спиней какой-то насчитанной, обратиться в суд. В этом случае тоже, не дожидаясь рассмотрения суда, мы назначаем субсидию. Количество специалистов, которые в районах работают, соответствует темпам работы, общению, может быть, с населением, то есть разъяснительной работы, или не хватает людей, чтобы доносить нужные сведения, производить перерасчет, работать с документами, или все приходится сделать областному департаменту? Нет, конечно, у нас назначают субсидии районное управление. Мы появляемся там, где есть какие-то недоразумения, там, где люди в силу разных причин не верят специалистам своего района. Мы все понимали, в каком виде область существовала последние полторы года, и в том числе социальная защита, она, к сожалению, была в большом непочете, вот так, если мягко можно сказать. Поэтому сейчас, конечно, приходят думающие главы районов, которые понимают, что, в первую очередь, это люди, от которых зависит наше государство. И на сегодняшний день социальное здоровье этих людей, социальное благополучие, это и формирует, наверное, желание жить в нашей стране, желание общаться и смотреть по-другому на служащих, по-другому смотреть на власть, относиться, что очень многое зависит именно от органов социальной защиты. Поэтому действительно сейчас происходит, и добавляют людей в некоторых районах, и наш губернатор с пониманием всегда относится ко всем проблемам, которые есть у нас в департаменте. На сегодняшний день нам еще добавлены ставки, у нас уже численность будет 60 человек, то есть и большой отдел занимается субсидиями и пособиями. Мы возродили контроль, мы постепенно начинаем проверять наши районные управления, ну, больше сейчас, больше с целью оказать какую-то методическую помощь, где-то подсказать, где-то указать, что делается неправильно, с тем, чтобы постепенно, ну, не было, все меньше и меньше было нареканий от людей. — Вопрос еще один такой болезненный, это категории льготные, людей, которых принято называть у нас льготники, льготчики. У нас много категорий, но далеко не все пользуются своими, скажем так, материальными правами. Самый простой пример — это перевозки в транспорте, перевозки в районах, областные перевозки на юге области. Мои знакомые перевозчики жалуются, что мы должны чуть ли не своего кармана оплачивать, поскольку государство с недавних пор, с года 2016-го, теперь не несет затраты по расходу всех финансовым расходам льготников. Хватает ли денег в областном бюджете для того, чтобы покрыть все расходы этой категории людей? — Действительно, даже с 2015-го года у нас уже не предусмотрена субвенция на льготные перевозки и на услуги связи, к сожалению. Даже в эту же субвенцию входили и ремонты для некоторых льготных категорий. Мы делали капитальные ремонты за этот счет. За этот счет можно было закупить и дополнительные какие-то путевки. Это все было с одной субвенцией. Но, тем не менее, в нашей стране законы, которые обязуют перевозчика возить ту или иную льготную категорию, никто не отменял. И мы, когда встречаемся с перевозчиком, мы говорим, что на сегодняшний день — да, местные советы должны предусмотреть у себя деньги. Областной совет на внутриобластные перевозки должен предусмотреть у себя эти деньги. Часто и густо это не происходит. Но в выполнении законов, коль вы взялись за то, чтобы перевозить людей, вы не имеете права тактовать законы в ту или иную сторону. Есть закон. Такая-то категория перевозится бесплатно. И коль вы осуществляете эти перевозки, вы понимаете, что у вас есть какие-то риски, вы должны их перевозить. Это как бы одна сторона медали, которая касается перевозчиков. Другая сторона медали действительно касается нас, как органы власти. В этом году впервые с областного бюджета были выделены 6 миллионов гривен. Мы разработали методику, провели совещание с перевозчиками. И пытаемся, вот сейчас уже первый перевозчик получит деньги. Это начиная с июля мы запустили этот процесс. Пока он идет тяжело, потому что это дело новое. И по Украине нет единого подхода вообще к такого рода возмещениям. Но я думаю, что мы уже к концу года возместим полностью перевозчикам за эти полгода. То есть они не будут у нас забежаться, я имею в виду, на власть как на власть. На сегодняшний день к нам обратилось 11 перевозчиков. И мы будем осуществлять им компенсацию. То же самое мы предлагали всем абсолютно перевозчикам, кто работает на внутриобластных маршрутах. Потому что с областного бюджета мы компенсируем только областные маршруты, областного подчинения. Обращаться к нам. И по возможности мы будем компенсировать в рамках этих денег, которые нам предоставлены. Мы работу эту сознательно запустили в этом году. Понимая, что 6 миллионов, безусловно, это маленькая сумма. С чего-то надо начинать. Да, но мы хотим хотя бы понимать, какую сумму нам заложить на следующий год. Количество категорий льготников. Вот вопрос может быть не очень удобный, может быть такой неправоласный. Есть вопросы у людей, которые работают в вашем департаменте, что это несколько десятков уже категорий. Бывает, зайдешь в транспортное средство, а там перечень такой, что не заканчивается лист А4. Постоянно категории растут, а денег больше не становится. Или все-таки нужно как-то ужесточить, вот есть категории и увеличиваться они не должны? Смотрите, на сегодняшний день они даже имеют тенденцию к уменьшению, потому что ряд льгот отменилось на уровне государства. Ну, например, это такие непопулярные меры по отношению к пенсионерам. У нас более 600 тысяч пенсионеров в Одесской области. Считайте, это огромное число людей, и большая часть же их работающих, мы понимаем. На сегодняшний день они лишены льготного проезда. Это семьи погибших. Также они лишены льготного проезда. Но здесь уже восстановлены они в этом праве. Были лишены, сейчас они восстановлены. О чем я хочу здесь сказать? Что, конечно, список государственный, он не исчерпывающий, имеется в виду установленный законами нашей страны. Но кроме того, местная громада может принимать, с учетом местных особенностей, кого у них больше, кого нужно поддержать, с учетом социального статуса этих людей, и с учетом заинтересованности в том, чтобы, например, рабочие пенсионеры работали и закрывали какие-то моменты. Мы же все понимаем, что эти люди – это кладезь опыта, кладезь какого-то мудрости. И на некоторых работах действительно тяжело перейти, набрать… Для этого нужно время, для того, чтобы молодежь пошла на непопулярных работах, скажем, малооплачиваемых. Это у нас занимаются этим пенсионеры. Поэтому они могут с учетом такой местной обстановки посмотреть, и эти категории добавить и оплачивать их с местного бюджета. Мы же понимаем, что в сегодняшний день все больше и больше права решать, что нужно местной громаде. Отдано уже непосредственно громадам. То есть они сами могут. То есть есть обязательная категория – это по закону, но кроме этого у них есть огромное поле деятельности. Но какое-то время еще нужно пройти, чтобы люди, которые в том числе возглавляют ОТГ, поняли, что постоянно обвинять администрацию, Киев, Верховную Раду. Какой-то люфт должен пройти. Вы еще будете в качестве крайних где-то год-два, как мне кажется. Мы разъясняем работу, что кроме того, что у них появились огромные права, сейчас действительно у нас получается обвинение от количества возможного, того, что раньше все решалось из центра. Сейчас, по сути дела, человек, находящийся в селе, решает, да, там, голова-то уже в селе личной рады, он решает, куда пойдут средства, да, зарплаты и так далее, и так далее. Но появилось огромное количество обязанностей. Мы регулярно встречаемся с такими громадами, ну, регулярно там раз в месяц, да, и мы говорим, что есть такая необходимость, как социальная защита, и большая часть, и все больше и больше, мы уже понимаем, будет отдаваться на местный уровень. Вот, например, возьмем такую нужную, безусловно, вернее, установу нужную, это организацию, территориальный центр, да, это для помощи тем, кто, по сути дела, не может тебя обслуживать, да, который не может что-то сам выйти сделать, или там в доме что-то сделать. Как правило, это одинокие старики, как правило, это льготные ветераны разных категорий, какие-то категории, да, и на сегодняшний день эти люди приходят и помогают им. Пускай это два раза в неделю, пускай кому-то нужно три раза в неделю, пускай один раз в неделю, они могут пойти на базар, они могут приготовить еду, они могут поубирать, они могут постирать, погладить. То есть тому человеку, который бывает, болят руки, не могут двигаться ноги, да, это огромное подспорье. В конце концов, это человек, с которым они разговаривают, общаются, да, и чувствуют себя, ну, незаброшенными. Поэтому они сейчас, как правило, они были раньше на финансировании районов. Понятное дело, что сейчас нужно финансировать как-то громаду, потому что там, громаде, потому что там лежат члены их же громад. И, ну, такая непопулярная, скажем, вот, мера, как просьба сохранить эти терцентры. Хотя тем больше проходит времени, они понимают, что они от этого никуда не денутся, это их жители. Еще остается несколько минут. Хотел бы затронуть тему выплаты материальной помощи, связанной с оздоровлением, в том числе, детей. Я так понимаю, что это вынужденная нож, которая также ложится на областной бюджет. Хватает ли средств? Удается ли рассматривать все предложения, если можно? Ну, если касаться материальной помощи, то мы даем ее на лечение и на проживание. То есть там, где мы ее на прожиття, это там, где бывает, что семье не за что купить. Ну, самое необходимое, даже те же лекарства, кусочек хлеба какой-то, да, не говоря уже о мясе, обо чем-то. Обычно эта помощь не больше 900 гривен, так определено Координационной Радой. А что касается на лечении, опять-таки сумма восполняется не 100%. Люди очень часто на нас обижаются. Мы бы дали человека вам на 30 тысяч, а вы нам дали 5 тысяч. Обращения исчисляются тысячами. Весь областной бюджет, понятно, пустить на материальную помощь, нет такой возможности. То есть дается какое-то процентное соотношение, минимально, в зависимости от сложности болезни, в зависимости от категории, даются эти деньги. Ну, а оздоровление, это мы закупаем путевки из областного бюджета и планируем, конечно, увеличивать. На следующий год мы закладываем более значимые деньги, но посмотрим, как нас поддержит облсовет. Я думаю, что это наша не последняя встреча. Спасибо за важную информацию. Приходите еще, сообщайте полезные данные. Спасибо, Лиля, за то, что уделили нам внимание. С вами был Виталий Тхемий. Оставайтесь на репортере и берегите себя.